Добрый вечер! Сегодня поговорим о больших деньгах Абакана Черногорской агломерации. Посмотрим на успешный бизнес и узнаем, как повысить продажи, используя новые рекламные возможности. Чиновники на пару с промышленниками собираются модернизировать кирпичный завод в Черногорске. Для этого необходимо 100 миллионов рублей и три года времени. Но когда проект заработает, то республика получит дополнительные 40 миллионов кирпичей в год. Хватит на 40 новых пятиэтажек. Проект будет реализован в рамках Абакана Черногорской агломерации и предполагает строительство новой технологической линии. Не обязательно вкладывать сотню миллионов, чтобы получить отдачу. Я знаю хлебопеков, которым хватило правительственного гранта в 300 тысяч рублей. Плюс немного собственных денег. И результат получился удивительный. Яркие игрушки, которые можно есть. Об этом мечтает почти каждый ребенок. Теперь это возможно для абаканских ребятишек. Одна из хлебопекарин столицы любит удивлять и выставляет на прилавок съедобных персонажей. Как заверяют кондитеры, такая работа приятнее вдвойне. Ну, интереснее булочки, допустим. Каждый же в детстве увлекался лепкой из пластилина. Вот аналогично. На рынке хлебобулочных изделий в Абакане очень жесткая конкуренция. Выделяться необходимо. Так считают сами пекари. Новые игроки тут появляются часто. Собственно, этот бизнес открылся в прошлом году. Предприниматель взял грант от правительства на открытие собственного дела 300 тысяч рублей. Эти деньги отдавать не надо, только отчитаться о том, как потратил. В принципе, ничего сложного. Если у вас есть все документы, если вы все оборудование покупали официально, то есть у конкретных поставщиков, то нет ничего сложного, отчитаться. На все оборудование гранта, конечно, не хватило. Пришлось добавлять из своих. Но теперь предприниматель постоянно наращивает объемы продукции. Дохода хватает, чтобы платить зарплату 15 работникам. В Хакасии в ноябре пройдет первая виртуальная выставка рекламщиков. До этого пять лет подряд они проходили стандартно. Общий зал, макеты и зазывалы. В этом году организаторы решили покреативить, а заодно и сделать выставку рекламных услуг более доступной. Заходишь на сайт, и все продавцы рекламы в одном месте хвалят себя и ругают других. То есть появится отличная возможность узнать о преимуществах и недостатках той или иной компании. Причем из уст не только конкурентов, но и экспертов. В общем, для производителей будет полезным посетить эту виртуальную выставку. Преимущество нашей выставки в том, что она не ограничена по срокам. Каждый из посетителей, любой человек, даже самый занятой, может зайти на сайт 24 часа в сутки и посмотреть всех участников. Их будет такое множество, которое не вместит ни одна выставочная площадка города. Главные деловые новости этой недели закончились, но уже в понедельник мы начнем собирать новые. И в пятницу обязательно удивим. До встречи!